Марк Уильямс на железной дороге В 1930 году в Британии имелась первая междугородняя железнодорожная сеть. Уже через 40 лет здесь было более 25 тысяч километров железнодорожных путей, по которым неслись сотни гигантских котлов огней под высоким давлением. Каким образом удавалось предотвращать катастрофы? Смерть на рельсах. Рядом со мной горит пламя температурой 1650 градусов по Цельсию. Оно располагается под котлом, работающим под давлением 930 килопаскалей. Если все это взорвется, мы окажемся вон там, за полем. Кроме того, локомотив весит 68 тонн. Если Фил Машинист не уверен в своих действиях, это может оказаться очень опасно. И не просто опасно, а смертельно опасно. Это самое быстрое из всех транспортных средств. При этом стандарты безопасности вначале явно отставали от технических достижений. Повышение уровня безопасности пассажиров и машиниста происходило путем смертельных проб и ошибок. Выясняли, какие части механизма самые опасные, поскольку убивает много людей и попытались их исправить. Первый источник опасности — локомотив. Двигатель опасен, даже когда машина без движения, и действительно. Первые локомотивы убили больше рабочих, именно когда находились в стационарном положении. Главная опасность в кабине машиниста и кочегара — давление пара. Оно достигает невероятной цифры — 1100 килопаскалей. Сейчас, когда паровоз движется, пар выпускается через пистоны. Но когда он стоит без движения, статичен, пар накапливается. Теперь все замечательно, поскольку имеются сварные стальные котлы, но со способами производства начала 19 века — это было совсем другое дело. Неизвестно, сколько погибло людей при взрывах котлов на первых паровых локомотивах. Случалось это часто. Два первых двигателя на Стоктоне и Дарлингтоне взорвались, погибли машинисты и кочегары. Проблема в том, что это механизм с высоким давлением, это паровой котел. Но он находится в движении и постоянно подвергается воздействию сил. Это современный котел, превосходная сталь, гидравлическая клепка. Этот двигатель — один из первых, созданный в 1845 году, был изготовлен из стали без помощи гидравлического пистолета. Котел был сделан из кованых железных пластей, наклепки вручную забивались молотком. Работа была не слишком точной. Некоторые из жертвы взрывов паровых котлов похоронены на кладбище Бромсгроув, чуть южнее Бирмингама, возле лике Инклайн. В 1840 году у Томасу Скаефу исполнилось всего 28 лет, когда локомотив, на котором он работал, взорвался. Взрывом его убило на повал. Его коллеги, железнодорожные рабочие, два года копили деньги на памятник погибшему товарищу. Взрывы котлов были основной причиной гибели машинистов и кочегаров. При запуске на протяжении 500 метров машина выбрасывала куски белого раскаленного металла. Нужен был предохранительный клапан наверху котла. Вот этот работает с пружиной. Она его придерживает, устанавливая безопасное давление, а когда давление превышает установленный уровень, выскакивает вот эта штука. Однако у них был один фатальный недостаток. Они закручивались только частично. Поэтому, когда вам требовалось большее давление, большая скорость, вы просто еще туже его закручивали. Одному машинисту не нравился звук, издаваемый предохранительным клапаном, когда тот выбрасывал небольшие порции пара. Поэтому он завернул до упора. А когда котел в конце концов взорвался, то машинисту оторвало ухо, и больше ему не пришлось слышать этот звук. Машинисты и кочегары заплатили за усовершенствование предохранительного клапана своими жизнями. Но намудрили они с клапанами или нет. Способы узнать, какое давление еще мог выдержать котел, у них не было. Котлы испытывали под давлением всего 138 килопаскалей и сверхрабочего, что давало погрешность всего 10%. Проверки внутренней коррозии не были предусмотрены, и котел, взорвавшийся в 1851 году, оказался настолько проржавевшим изнутри, что его детали были толщиной меньше сантиметра. Как давление выросло, бам, он разорвался, как сосуд при аневризме. По всей Британии раздавался похоронный звон. Взрывы котлов косили рабочую силу. Так продолжалось до 1848 года, когда правительство наконец настояло на испытании котлов под давлением, а также на их оснащение датчиками давления. Иначе бригадам не позволялось подниматься на борт и рисковать своими жизнями в интересах новых железнодорожных компаний. Итак, конструкция котла достаточно прочная, чтобы он не взорвался. Возникает другая проблема. Вот это. Температура горения. 1650 градусов под Цельсию. Окружающий огонь, металл начинает плавиться при температуре в два раза ниже указанной. Почему же здесь этого не происходит? Потому что в котле он окружен водой. Она обеспечивает нужное охлаждение, работая как барьер. Все замечательно до тех пор, пока у вас в котле хватает воды. Иначе все взорвется. Поэтому требуется прибор. В первых котлах в качестве датчика использовалась простая стеклянная трубка. Но она легко может треснуть, сильно ошпарив машиниста. Позднее датчик был снабжен крышкой, что устранило еще один серьезный источник опасности в кабине. Может быть, безопасность котлов улучшилась, но появилась более серьезная проблема. В 1845 году, всего через 15 лет после пуска первого пассажирского поезда, было проложено более 3000 километров путей. Однако безопасность на линиях значительно отставала, железнодорожная маня росла, скорость поездов увеличивалась, но увеличивалось и число крушений. Поезда на всех парах проносились во Британии. Чаще всего они ехали по одноколейным путям, на которых движение в обе стороны шло по одному и тому же участку путей. Должен был существовать способ контролировать движение этих мощных машин, какой-то способ сигнализировать машинистам, что они движутся к катастрофе. Первые сигналы на линии подавали полисмены, поэтому стрелочников называют Бобби. Естественно, это язык, на котором можно говорить с водителями-машинистами. Единственный способ для передачи сообщений — сигналы с жестами и флажками. Вот это значит, путь свободен, предпочтительно с флажком белого цвета. Осторожно! Рука с зелёным флажком, поднятая над головой. И стоп! Согласно правилам для машинистов и кочегаров, часть пятая — стоп может также обозначаться энергичным размахиванием любым предметом. Сигнальщик не мог знать, где находится поезд, когда тот был вне его поля зрения. Что означало, что поезда, идущие в одном и том же направлении, всегда подвергались опасности столкнуться с идущим впереди поездом, когда тот замедлял ход. А единственный способ развести поезда — это проследить, чтобы они отъезжали от станции с интервалом в 10 минут. При этом, поскольку большинство викторианских полицейских часов не имели, они пользовались вот этим. Но что происходило, когда на линии присутствовала опасность, а сигнальщика с флажком не было видно? При плохой видимости во время снегопада полагались на звук специальные петарды, крепившиеся к рельсам с венцовой проволокой. Когда по ним проходил локомотив, они взрывались и предупреждали машиниста о грозящей опасности. Такая петарда как раз и помогла бы в 1865 году, когда нужно было предупредить поезд об отсутствии части рельса. В этом поезде Чарльз Диккенс читал корректуру своего романа «Наш общий друг». Однако предупреждение запоздало, поезд сошел с рельс. Диккенс спас нескольких пассажиров, но верил, как многие другие погибли. Говорят, поэтому у него случился нервный тик. И происходил он всякий раз, когда экспресс набирал скорость. Расшатанные нервы стали одним из факторов, сведших его в могилу всего через пять лет после катастрофы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наверняка заставит вас остановиться. Три хлопка. Стоп! Марк Уильямс на железной дороге. В середине 19 века все больше людей хотели на собственном опыте испытать паровую тягу, поэтому росла потребность сокращения количества смертельных случаев. С расширением железнодорожного сообщения ситуация усложнялась. Больше линий, более интенсивное движение появились узловые станции, линии начали пересекаться друг с другом. Это всё замечательно при наличии должного контроля за движением, но его-то и не было. Обзор у стрелочников был небольшой, и сами они были не видны, особенно в плохую погоду. Система нуждалась в усовершенствовании. Усовершенствование системы было предметом дебата вплоть до 1842 года, когда Чорльз Скаттон Грегори внедрил революционную французскую технологию семафор, буквально носитель знаков. Он использовался на ретрансляционных станциях для того, чтобы посылать и получать сообщения от армии. Его очень любил Наполеон. Грегори адаптировал его для простой двоичной системы. Это старый вид сигнала семафора. Очень простая операция. Это путь свободен. Ничего не показывает, никакого сигнала. Опасность. Есть сигнал. Таким образом, то, что путь свободен, не обозначается никаким сигналом. Семафор начинает что-то показывать только, когда появляется опасность. Эта система привела к страшной катастрофе в ночь на 21 января 1876 года. В ту ночь была сильная снежная буля. Люди говорили, что никогда еще не видели таких больших хлопьев снега. На всем северо-востоке страны дул ураганный ветер. С юга из Петербора медленно полз небольшой состав, груженный углем. Стрелочник собирался перевести его на запасной путь, чтобы освободить дорогу летучему шотландцу, несшемуся на юг на полной скорости, которая составляла у него более 80 км в час. Не будем забывать, что это 1876 год. Итак, стрелочник в своей будке жмет на рычаг, чтобы сообщить об опасности, но, выглянув в окно, к своему удивлению, видит, что позади все еще идет пояс с углем. Паника. Стрелочник бежит вдоль пути и цепляет на рельсы петарды, чтобы, когда летучий шотландец по ним проедет, в кабине услышали взрывы. Но из-за всего снега и льда поезд занесло, и на скорости 20-30 км в час он столкнулся с платформами с углем. После столкновения обломки поезда разлетелись на огромное расстояние, заблокировав движение по путям, ведущим и на юг, и на север. Тем временем, пятичасовой экспресс Хьюстон-Лидс полным ходом шел на север. Шансов у него нет. С размаху он сталкивается с тем, что осталось от поезда с углем и летучего шотландца. Погибли 18 человек, в основном при втором столкновении. Было ясно, что что-то очень странное произошло сигнальной системой, а именно, из-за снега и льда стрелка замерзла и не смогла показать опасность. Эта фатальная катастрофа привела к изменениям в конструкции. С тех пор сигнальная стрелка уже больше не могла обледенеть внутри корпуса, должна была всегда быть на виду и легко переключаться из положения «путь свободен» в положение «опасность». Этот рычаг соединен с сигналом проволока и шкивом, поэтому, когда я за него потяну, сигнал активизируется. А ночью все сигналы были световые. Электрический свет первоначально был парафиновым. Он проходит через красный фильтр, когда сигнал находится в позиции «стоп». Когда он в позиции «проезжаете» или «путь свободен», то он проходит через зеленый фильтр, как светофор для уличного движения. Безопасность сигнальных систем стала улучшаться. Но для новых железнодорожных компаний, многим из которых не хватало наличных денег из-за больших начальных инвестиций, безопасность не всегда была приоритетом номер один. В 1876 году произошло лобовое столкновение. При этом в будке стрелочника находился один только 15-летний паренек, который был просто слишком мал, чтобы передвигать рычаги, и которого даже не снабдили парафином, чтобы зажечь огни безопасности. Но некоторые компании были лучше других. У них уже был натренированный персонал. Теперь оставалось только изобрести технологию, которая оказала бы ему помощь. Стандарты безопасности не были предметом первостепенных забот Министерства торговли. Но были отдельные индивидуумы, инженеры вроде Эдварда Тайера, который был в своем роде героем вопросов безопасности. А главным изобретением Тайера стала жезловая система. На одноколейных дорогах главной опасностью было лобовое столкновение. Для начала полисмен передавал свой жезл и не выпускал следующий поезд на пути до тех пор, пока жезл к нему не возвращался, обеспечивая таким образом, чтобы в отдельно взятое время на подъездных путях был только один поезд. Прелесть системы Тайера была в том, что как только жезл извлекался, механизм блокировал все жезловые аппараты на линии таким образом, чтобы больше жезл на этом участке не вынимался. Машинистов приучили без этого не уходить на линию. Благодаря этому изобретению безопасность на одноколейных дорогах значительно улучшилась. Но когда встал вопрос о диспетчеризации на больших станциях, через которые проходило более одной линии, стали пользоваться электрическим телеграфом. Между блокпостами были проложены кабели, и посылая по ним электрические импульсы, стрелочники смогли, наконец, отправлять друг другу сообщение. Один блокпост теперь мог сообщить на другой, когда поезд отошел от станции, и мог узнать, когда он пришел на следующую станцию и именовал следующий блокпост. Поначалу железнодорожные компании неохотно устанавливали подобные системы по причине цены. Но, сознав, что таким образом они смогут оказывать услуги телеграфа, что принесет значительный доход, с энтузиазмом восприняли новшество. Итак, поезд выпускает. Прежде всего, я звоню на следующий блокпост. Бостон Кингс. По телеграфу жду их ответа. Да, теперь я отправлю сообщение следующему блокпосту. Бостон Кингс по коду 421. Чтобы они поняли, о чем я. Если разделить линию на секции, пользуясь телеграфом, теперь вы можете выяснить, где находится каждый поезд, вместо того, чтобы рассчитывать по времени отхода с одной станции и время прибытия на следующую. Это стало началом сигнальных блокпостов, что привело к резкому сокращению количества лобовых столкновений. И это замечательно. Но самой главной технологией для спасения жизни на железных дорогах стала система централизации. До ее изобретения сигнал мог показывать одно, но стрелки могли быть переведены, чтобы показывать нечто совершенно другое. Джон Сэкспи, изобретатель, создал механизм совместной блокировки стрелок и сигналов. Вот так работает централизованная система стрелок. Я нахожусь на блокпосте Exeter West. Я только что получил сообщение от блока аппарата, что идет экспресс. Он вышел из Лондона и должен пройти мимо по пути в Плимат. Я должен перевести стрелки, чтобы пропустить поезд. Нужно проделать это в правильном порядке. Поэтому прежде всего устанавливаем соответствующие стрелки. Тут я пользуюсь тряпкой, поскольку у Сиг Ньюман мы очень гордимся нашей компанией. Черный рычаг для стрелок, синий для замыкания. Замкнул. Если поезд проскочит эти две, мы установим петарды на соответствующие пути. Это мой любимый рычаг. Согласно правилам, вы должны находиться на расстоянии 30 метров от петарды. Поэтому думаю, что нам будет хорошо слышно. Теперь я могу установить сигнал. Вот, установил. После установки вы уже не можете ничего изменить. Это взаимозависимая система. Блестяще. Идея взаимозависимости Джона Сэксби — основа всех последующих сигнально-стрелочных систем. Это диспетчерская Большого перевалочного пункта. Это большой железнодорожный узел с северной крюли. Южный крюль был еще больше. Крюль было пять постов. Вниз своего рассвета здесь было шесть линий. Это был настоящий Спагетти Джанкшн. Гравели Хилл — железнодорожная система. Здесь индикатор, и, как видите, здесь много заблокированных рычагов, поскольку эта будка оборудована электрической системой. Это та же самая блокировочная система. Все те же взаимозависимые рычаги, но теперь она электрическая. Для индикации используется электричество. Так, поезда отходят с севера от платформы номер два. Так, хорошо. Я установил индикаторы, та же самая система. Мы должны убедиться, что все установлено правильно, чтобы поезд мог ехать дальше. Итак, наш поезд. Мои стрелки. Мой селектор пути здесь, и затем я меняю сигнал. И мой поезд готов к переводу. Отъезжай, отъезжай. И передавай. Гораздо легче. Гораздо эффективнее с точки зрения места и с точки зрения мускульных усилий. Стрелочникам надо использовать мозги. После многих лет взрывов котлов, расплавленных топок и фатальных столкновений, правительству пришлось мешаться и остановить побоище на путях. В 1889 году был принят закон о регулировании железно-дорожного движения. Наконец, использование на всех линиях соответствующих систем торможения, блок сигнализации, централизации было предписано законом. Путешествие первыми поездами было делом рискованным и устрашающим, что неудивительно. Но напомним, что первые поезда были самыми быстрыми средствами передвижения на планете. Почему потребовалось изобрести средства контроля за ними? Когда сложилась система управления, поезда стали самым безопасным способом передвижения. И до сих пор являются таковыми. Продолжение следует...